Это Япония, это Япония, это Япония! Ножиданий вообще никаких не было, на самом деле. Не все японцы бывают хорошие. Работал на руднике, обслуживал подземные буровые машины. Привет, меня зовут Лёня, я живу в Японии уже больше года. Мне 25 лет, и я учусь в школе Йонагу-Хуин. Родился в небольшом городе на севере России. Работал на руднике, обслуживал горные буровые машины. И вот, все какое-то время оказался здесь. Всегда хотел приехать в Японию, но как-то все время не было возможности. Откладывал на долгий момент. И вот в какой-то момент появилось достаточно средств, денег, чтобы принять решение, резко поменять свою жизнь. Я решил не откладывать, делал долгий ящик. И решил поехать в Японию. Работал на руднике, обслуживал подземные буровые машины. Работа, в принципе, интересная, привлекательная поначалу, но весьма опасная для здоровья. Поэтому приехать в Японию, пришлось накопить около миллиона-полтора. С учетом зарплаты шахтера довольно-таки неплохо. Получается откладывать деньги. Копил около полутора лет. Не прям, что прям на Японию вот откладывал, откладывал. Нет, просто потихонечку накопления копились. И в какой-то момент появился достаточно средств, чтобы взять и уехать. Почему Япония? Потому что это Япония. Это Япония. Это Япония. Просто посмотрите вокруг. Природа вообще просто невероятная. Культура, люди, менталитет, вообще все абсолютно другое. Причина поехать в Японию, да просто получить новый опыт. Это новые возможности. Здесь все абсолютно другое, начиная от быта, заканчивая культурой, философией, менталитетом людей. Отличный был шанс получить новый опыт. Новые возможности. Ну, что для себя узнать, это такое. Познакомиться с кучей невероятных людей, как японцами, так иностранцами, такими же русскими, которые приехали сюда. Все получают, ну, от этого получаешь невероятное впечатление. Японцы такие, естественно, у них же реже в менталитете. То есть, чтобы не беспокоить других. То есть, чтобы другим вместе с тобой в компании было весьма комфортно. То есть, если там беспокоятся тебе, если какие-то проблемы, там помогут решить. Не стараются, не лезь там в твои дела, куда-то в душ там не ковыряются. Почему Сайтама? Потому что, наверное, идеальный баланс между природой и городской жизнью. То есть, недалеко есть храмы, какие-то парки. Всегда можно пойти прогуляться. Если хочется какой-то более активной жизни, то можно съездить на тот же Синдзюку, Сибу. Это 40 минут буквально на поезде. 500 я, ну, не такие большие деньги. Если хочется, ну, не хочется далеко ехать, есть даже место возле ОМИ, эти ночные клубы, бары, пожалуйста. А-ля мини Синдзюку, мини Сибу. Сейчас школу учатся довольно, на самом деле, неплохо. Учителя вообще просто невероятные. Особенно, если они впадают в твое внутреннее настроение, то есть молодые, сенсии. Они там стараются, наверное, наросить какие-то мемы на уроках, делать, там, аккредитации, какие-то могут шутки с тобой там нарезать, наклепать. Учителя постарше, они стараются, да, там более кто-то разведнут, в грамматику. Там, немножко скучно, но, тем не менее, они очень, прям, генки-генки, здоровые, прям, невероятно энергичные. Когда приезжаешь, у тебя вообще нет никакого опыта, я потому что приехал с нулевыми знаниями языка, то есть все через перевозчик поначалу. Проблема магазина была, что хочу найти, это просто целые квесты были, чтобы, говоря, на уровне бытовых вещей, что-то найти, помочь. Очень сложно было, самому подходишь кипон с перевозчиком, показываешь, такой, да-да-да, конечно, просто тебя за русскую ведет, и буквально вот вещь, типа, бери, покупай. Куда-то пройти, дойти, там, если не на интернет, а нет, сразу идут с телефоном, на пальцах объясняешь, такие, вот туда-туда, короче, с тобой, если что, дойдут, не потеряйтесь. Ожиданий вообще никаких не было, на самом деле. То есть, япония просто, как япония, вот она есть. Красивая, большая, интересная. Японцы такие же люди, как и мы, то есть, бывают странные люди, которые, что, если ты умер, бывают люди, которые помогут тебе во всем, которые заботятся о тебе. Такие же люди, как и мы. Просто, ну, каждый по-своему, да, у них, в своей особенности, там, воспитание, культура, именитет, ну, такие же. Так же любят выпить, так же любят повеселиться, так же любят, наверное, природу съездить, дома посидеть, почахнуть. То есть, точно такие же, как и мы. К слову, медалития эти, не в всей, в принципе, бывают хорошие. Допустим, на подработки, я познакомился с прекрасной, прекрасной бабулечкой, которая буквально спустя месяц уже желала мне смерти, чтобы я уволился от этой подработки, чтобы я больше не появлялся. Пыталась меня как-то вообще выгнать оттуда, выщемить, если так можно сказать. Ко мне метр восемь подходит, полторашка, буквально, рост, он такая, шинде, шинде, шинде. Ой, я метене, я метене, ось, стух. Потом, когда я начал с ней просто в открытую горасть, он такая, дай, 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 сейчас дай. Нас в целом просто не любят иностранцев, как я потом это ничего знал, и тех сотрудников, которые он выбирает, у них разногласия, мнения, она всех пыталась, как бы, выселить, выжать этого ресторанчика. Но в итоге просто потом с ней смены поменяли, и, в принципе, комфортно работал. Сначала, наверное, как и все, многие работали на Ямато, ну, как-то у них сюда приходят, у тебя нет образования, нет, ну, навыков общения, приходишь, просто скажешь, в коробке на складе. В принципе, платили 1234 иены в час, вечерняя подработка, как раз после школы. Видишь, в 65 часов подскал коробки, вернулся домой. Потом, строился, как раз, вот, в ресторанчик у Наги, работал поваром, то есть, ел всякие напитки, закуски, готовишь разные блюда, служишь посетителем, такой, полуофициант, полуповар, всяческая ен. Тысяча, тысяча иен в час платили в ресторанчике. Но в ресторанчике бесплатно кормили, как бы, до твоего прихода на смену и после ты можешь спокойно поесть. В этом плане на большой плюс, поесть у Наги в Японии бесплатно, это дорогого стоять. Подработки выходят, примерно, около 110-120 тысяч в месяц. Из этого 55 уходят на жилье и телефон, 10-12 на питание, то есть, вполне себе может хватать. Плюс 3 на бытовую химию, там, ходить в парикмахерскую, купить какие-то приметы для дома, там, не знаю, шампуни, гели и прочее. И тысяч 5-10 на какие-то личные расходы, там, ходить с друзьями в кафе, в школу, в бар, посидеть. На остальное входит, может, входить в накопление. Ну, либо также на еду. С едой и личными расходами это вариативно всегда, человек в человек. Да можно, примерно, на заработках и больше зарабатывать, в том же Маке, заработки ночные, либо на Ямато. Можно получать 1350 в час, по-моему, в Маке сейчас здесь, в Ситаме. И в месяц выходит за 25 часов, что-то было тысяча, нет, я говорю, 140 тысяч в месяц. То есть, вполне себе неплохо, даже можно откладывать, хватает поездки ездить, каждый месяц. Из расходов, как выжить с обычным студентом, ну, к примеру, у меня рацион вставляет рис, курица. Я обычно закупаюсь на месяц, гема, покупаю 5 килограмм риса. Для 2000 йен 6 килограмм курицы, по тоже 3000 йен, уже получается 5000, плюс фрукты, ой, фрукты, овощи замороженные 2 килограмма. По 350, по очку, 1400, и чай, сахар, 2000, плюс каша с молоком, то получается по 10-12 тысяч. После выпуска из школы планирую пойти на Токутэй, поскольку нет высшего образования, нет возможности сразу получать рабочую визу. Пойти на Токутэй, поработать, накопить средства и поступить в колледж на специальность, который хотел бы дальше продолжать развивать. Да, после этого уже, естественно, работать с японским образованием здесь. Довольно неплохой опыт, потому что имеется и российское образование, дополнить его японским. На манер местной компании получится вполне себе солидный опыт. В колледже хочу, наверное, изучать, продолжить айтишником, становиться базой данных, программирование. До сих пор актуально, хотя многие недорубливают сейчас все это дело. Слишком популярная история. Я с ребятами в последнее время, и те, кто ждет уже полгода, год, чуть больше, у всех появляются проблемы. С мотивацией включал бы, как что делать дальше, потому что язык вроде бы продвигается, но не сильно. В итоге все устают, многие хотят вернуться домой, а обратно устают. Мотивации нет вообще у многих. Поэтому просто надо чаще себе напоминать, что весь путь, который ты преодолел до этого момента, то есть накопить сюда, приехать, здесь уже прожить, отучиться, адаптироваться. Не забывать то, что к чему, через что ты прошел. И двигаться дальше, то есть какие-то цели с тобой ставить маленькие, но небольшие, идти к ним постепенно. Также общаться с друзьями, которые имеют такую же дизмораль, как и ты. Пытаться поучиться дальше. Ну, поддерживать друг друга, естественно. Потому что, как там было? Мы рождены сиять. Ну, не бывает, что бац, у тебя Toyota Premium. Нужно просто, да, потерпеть. Просто немного потерпеть. И потом будет даже бытовая жизнь, в которую тянешься. В принципе, будет комфортно. Для того, чтобы приехать в Японию, я обязательно нужно быть богатым. Я из простой семьи переехал сюда с нулевыми знаниями языка. Уже спустя более года шел от нуля до второго уровня. Можно приехать сюда, да, не имея денег, да, я работаю на обычной работе, но вполне себе простой, не быть бизнесменом. Я вот работал шахтером, накопил сюда и приехал. Вот учусь, живу. У меня, если у меня получилось, то и у вас получится обязательно. Что почему бы и нет? Держать! Редактор субтитров А.Семкин